всем привет сегодня расскажу о своей проблеме с которой я столкнулся используя вот свой любимый студийный микрофон bm 800 и который я использую для озвучки видео для наложения звука на видео через микрофон где-то год назад я записывал видео в котором тестировал качество звука bm 800 но тогда у меня звук писался через специальный адаптер такой звуковую типа звуковой карты но специальный адаптер камере gopro как шин камере она в принципе давала неплохое качество видео как мне казалось на то время сейчас я перешел уже на камеры sony но тогда вполне меня устраивало и я подключил вот этот bm 800 на кэкшен камере gopro 6 с помощью специального адаптера как это все было и как я тестировал там где-то с этой стороны или с этой стороны будет ссылочка можете кликнуть посмотреть как это было а все я монтировал на windows на ip apple ipad pro и это было как бы не было такой большой проблемой сейчас я перешел полностью на mac mini почему потому что достаточно много сильных и тяжелых программ mac поддерживает таких как final cut pro movavi и тому подобные видеоредакторы с бесчисленным количеством всяких разных видео эффектов наложением звука использование всяких хитрых примочек переходов и тому подобное вот и теперь собственно стал вопрос как подключить вот этот bm 800 к маку стала когда стал этот вопрос собственно это была большая казаться проблема я до этого не обращал внимание и поиск в гугле не сильно много давал реальных ответов которые бы сразу так не помогли вот оказалось что не так уж просто подключить такой микрофон напомню что я его использовал просто вот микрофон обычный идет джек на три с половиной миллиметра я его вставлял в адаптер который сам по себе адаптер камере gopro фирменный адаптер он тогда являлся таким своеобразным фантомным питанием которого то есть кроме вот получается что вот этого микрофона и собственно адаптера ничего больше не требовалось для того чтобы получить отличный звук и вы могли слышать в том видео где я вот давал вам ссылку что звук действительно отменный особенно если применить еще пост обработку всякие наложить эффекты или даже просто приподнять басы приподнять низы то звук получается просто суперский почему-то apple думает что никакие микрофоны имеют такие конденсаторного типа без фантомного питания подключать к эпиловской техники не стоит и не нужно и вообще это никому не надо поэтому они как бы сделали вот этот разъемчик который здесь есть да не видно но если там изображение микрофончик а ну что-то такое нарисованное такое хитрое вот как бы все подумали что это в микрофонный вход на самом деле это не микрофонный вход это линейный вход с предусилителя то есть когда вы покупаете либо mac mini либо mac pro либо mac air любую продукцию мака знаете что там микрофонного входа нет вы его такой вот микрофон просто не сможете взять подключить к mac mini и то есть он вернее вы сможете вставить но использовать его по назначению вы не сможете вот никакие другие варианты использования с mac mini кроме как использовать фантомного питания никакие не проходят я сегодня купил вот такое фантомное питание но я не думаю что это какая-то особая сборка самое обычное которых полно на алиэкспрессе вот самое дешевое и тут особой я так понимаю никаких хитрых наворотов не требуется главное чтобы подавала 48 вольт на собственно микрофон давайте испытаем попробуем как же она влияет как она пишет и как какое качество звука получается использовали вот это фантомного питания забыл еще сказать что как ни крути хоть и есть фантомное питание но все равно нам не обойтись без вот такой дешевенькой копеечной звуковой карты в моем случае она шла тогда я помню год назад вместе с этим микрофоном в комплекте китайцы ее кладут кому не попадем можно сказать поэтому карта по любому нужно то есть мы получается будем использовать один из портов mac mini в которой вставим этот юсби один из юсби портов туда вставим это и подключим через фантомное питание уже микрофон непосредственно вот в этот в эту звуковую карту так все я соединился провода и подключил питание разместил пока тут конечно вот это немножко шокирует длина этих проводов которые комплекте но может быть она и хорошо когда можно все спрятать и не размещать это на рабочем столе так значит что у нас имеется у нас имеется значит вы подключили мы с вами подключили вот вот этот юсби адаптер дам к нему получается фантомное питание и кабель дальше пошел на микрофон смотрим теперь в настройках что у нас появилось настройки звука открываем здесь здесь у нас есть вход юсби девайс вы видите да и сразу кстати двигается уже видно что работает потому что двигается вот этот вот как это сказать бегунок не бегунок вот и выход юсби девайсами мы не будем пользоваться только для этого есть отдельные динамики для выхода здесь речь пойдет только о собственно входе и попробуем что-то записать ну например я открою видеоредактор давайте попробуем как получится звук через этот значит открывая мавави редактор например создаем запись аудио да так выбираем здесь встроенный вход это очень важно в программе нужно чтобы обращать внимание какой какой вход до сейчас сейчас доступен для записи потому что вы можете оставить не посмотрел оставить встроенная встроенный микрофон который там все-таки есть то в этом был лайки но он встроенный но не такого качества который нам нужен то есть мы сейчас видно что бегает уже вот этот бегунок значит голос идет и можем мы начать записи при использовании bm 800 обязательно учитывайте направлении где находится активная часть вот этого самого элемента она находится со стороны я уже в предыдущем видео говорил на которой давал ссылку находится со стороны где надпись вот этот зиппинг как там называется вот ну давайте попробуем давайте попробуем вот сейчас сделать запись звука через через бм 800 сделаем запись звука через бм 800 послушаем качество как он пишет как передается голос насколько качественно потом я хочу еще сделать дубликат этой записи и то же самое сделать еще с небольшой обработкой добавить все таки туда частот чтобы оценить качество какое можно получить при пост обработке голоса вот вот у нас сейчас сейчас дойдет уже до минутки немножко пока я просто болтаю все что могу все что хочу рассказываю лишь бы просто вот вы оценили качество этого качество записи на mac через звуковую карту через студийный микрофон бм 800 и сейчас мы посмотрим так ну минутку записала давайте послушаем давайте попробуем вот сейчас сделать запись звука через через бм 800 сделаем запись звука через бм 800 послушаем качество как он пишет как передается голос насколько качественной потом я хочу еще сделать дубликат этой записи и то же самое сделать еще с небольшой обработкой добавить все таки туда частот чтобы оценить качество какое можно получить при пост обработке голоса вот вот у нас сейчас сейчас дойдет уже до минутки немножко пока я просто болтаю все что могу все что хочу рассказываю лишь бы просто вот вы оценили качество этого качество записи на mac через звуковую карту через студийный микрофон бм 800 и сейчас мы посмотрим так ну минутку записала давайте послушаем тогда это вот была чистая запись без всяких фильтров и коррекции как есть с низ до как говорится и давайте сейчас я включу смонтирую вторую часть вторую часть то же самое но уже с некоторой такой обработкой но тут уже как говорится по желанию кому какая нравится мне например нравится вот именно так давайте попробуем вот сейчас сделать запись звука через через бм 800 сделаем запись звука через бм 800 послушаем качество как он пишет как передается голос насколько качественной потом я хочу еще сделать дубликат этой записи и тоже самое сделать еще с небольшой обработкой добавить все таки туда частот чтобы оценить качество какое можно получить при пост-обработке голоса на вот вот у нас сейчас сейчас дойдет уже до минутки немножко пока я просто болтаю все что могу все что хочу рассказываю лишь бы просто вот вы оценили качество этого качество записи на mac через звуковую карту через студийный микрофон бм 800 и сейчас мы посмотрим так ну минутку записала давайте послушаем да и сразу для сравнения вот давайте сразу сам вы можете сравнить фактически то же самое я сейчас говорю на камерный микрофон у меня сейчас стоит боя который направленный на меня вот где-то на расстоянии двух наверное меньше полтора метра вы можете сравнить и запись голоса с него если разница я думаю что разница конечно существенное есть если вам понравилось это видео ставьте лайки и комментируйте может быть у вас есть какие-то свои соображения как все таки использовать вот этот вот линейный выход но я понимаю что нужен какой-то предусилитель да наверно скорее всего но для бм 800 пока и решение вот для вот такого микрофона я пока не нашел как его использовать системой mac все на этом все ставьте свои комментарии не забудьте лайкнуть подписывайтесь на канал обязательно лайкайте лайкайте еще раз лайкайте не забывайте все оставайтесь с каналом гаджета вам впереди еще много много всякого интересного всем до встречи пока а